вот тебе май что называется короче 30 градусов сейчас и это в тени у нас градусник на самой северной стороне дома посмотрим в теплице сколько смотрите на выголе ни одной курицы все прячутся под помещением под зданием где у них выгол там в тени пробежала одна от петуха небось чешет по кругу кто ведро то закатил туда давайте ведром не доставайте дамы и господа как прям при вас смотрим сколько у нас в теплице ну короче не жарче так же как и на улице 30 градусов все открыто здесь здесь да мои сладкие жарко вам жарко мои милые давайте водичку вам понажимаю идите пейте вот мясные куры только названиями не мясные несутся как из пулемета вот их 6 молодок сегодня еще заберу два отсюда наверное умница одна помните несет голубое яйцо получилось помесями рука на кучинские молодухи тоже им жарковато не знаю пожирать или своих яиц или еще от них ни одного не видели вот отсадили двух годичных и которые точно были застуканы за поеданием теперь он молодком в шею дерет да петя теленок вот наши мини-лигорны 4 девочки и мальчик и яйцо снесли не в гнезде засранцы но сейчас буду доставать вот молодочки синьсиньдянь ах ты засранец ты за яйцами тут охочишься вот четыре яйца их раз два три 4 5 6 умничка постоянно несутся яички маленькие еще но не пропускаются они прям очень хорошие не сушечки домой золотая жарко жарко моя девочка смотрите в теплиц 37 и это открытой дверью и открытый сад конечно же все форчики все открыты хорошо открываем дальнюю форчку и больше и на лето не закрываем пока не стукнуть морозы тыквам тоже моим прикрыснулась 30 в тени это все-таки сильно а вот это рассада картошки я делаю мини клубни из листа клубни я делаю помните рассказывала вот эти листа клубни я сажаю как рассаду начале апреля горшки вот такая рассадка у меня получается и сейчас конца мая но можно было раньше конечно он перс времени было я ее просто пересажу в грунт вот сюда на это место две штучки посажу и пусть они у меня дадут мне семенной материал это гола будет обновление потом про листа клубни расскажу еще подробнее это так чтобы понимать вчера кабачки вот пересадила что-то им совсем походу не нравится плюс 30 вот еще поменьше ничего а вот этот прям расстроенный из-за картошка еще один тоже не очень веселенький короче сейчас их накрою на ведрами белыми от солнца а вроде как и солнце ушло тогда не буду накрывать все сажаю картошку мои привитые арбузы этот не привит стоит вот привит который был язычком привит получается он на двух корнях вот арбуз а второй отвалился соответственно по двой ну вот не знаю насколько это хорошее прочное соединение в общем но по крайней мере второй корень я тоже не буду отрезать песка на двух растет посажу сюда вот меня двухметровая грядочка знаю что места мало но это единственное место куда их могу посадить но четыре штуки для такого это само собой перебор так это помните я пробовала привить в расщип что называется но как бы даже не в расщип а делая отверстие и его просто туда запихнула вот так получилось в общем он более-менее сросся и дал прирост еще один просто в срез срез одного средств другого вот такой получился то есть я ум по двое сделала срез наискосок и арбуз туда просто засунула и зажала корень арбуза отрезан был сразу вот он прижился вот три у нас получилось привитых ну типа как ну попробуем у меня всегда 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 именно вот так все начинается потом они благополучно отваливаются или еще что с ним происходит но попробуем еще раз господи нас полно времени будем пытаться а это арбуз просто арбуз никакой не привитых ринза называется все будем сажать всем привет залили мы вчера вечером я залил вот эти вот столбики это фундаменты фундаментные столбы под будущую как сказать конструкцию куда мы поставим перосъемную машинку шпарчан и будем обжиг тушек делать то есть такой летний вариант будет где будет у нас на лето ставится пункт по грязной мокрой разделки птицы в виде ошпаривания снятия пера я по опаливаю разделка будет уже сделать но это можно за забойницы нет да нет самого забоя здесь не выжить забоя сводить не будет забыла только на улице на улице вот то есть есть что четыре столбика из остатков трубы вот я их сваривал кусками на этом столбе видно набрал что было металлолом короче трубы такие были в общем я их сварил между собой получается 50 сантиметров в земле и сколько здесь я 45 значит снаружи стандартно как я люблю короче ну это буронабивные сваи называется вот здесь цементный раствор просто бесщебный бетон шпилька для фиксации с арматурой вот эти вот это чтобы она не утонула проволочная их сниму сейчас схватится цемент цемент сел раствор вернее сел не цемент раствор сел и вот у меня здесь видите как получилось что опалубка выше самого бетонного столба я здесь наверное подмажу еще вот а может быть не буду здесь нагрузки не будет никакой положу побольше гидроизоляцию здесь вот этого как гидроизола и сверху брус а может подмажу посмотрим сейчас если время будет вот все значит размер этих столбов метр восемьдесят метр восемьдесят квадрат здесь будет уже брусок 100 на 100 обвязка материала нет нифига в общем буду делать из того что есть тут будет сборная солянка смысл какой просто сделать вот здесь будет такой решетчатый пол из доски 150 на 50 чтобы если что-то вода будет попадать все стекало на землю летний вариант опять-таки напомню вот и крыша сверху и стены закроем чем-то легким что есть чтобы не задувало дождь не мочил были пробурены четыре отверстия вот таким буром он на 90 труба на 80 на 78 это самое просто вставлена ничего не бетонировалась земле вот этот зазор но бур еще разбивает на где-то по сантиметру было расстояние до стенки лунки я песком сухим засыпал и потом водой пролил все это уже никуда не денется она здесь будет за и связано обвязкой и если даже что-то как-то и столбик там на 5 миллиметров сместиться мне это не дом здесь легкой конструкции вот конструкция легкая пятки вот это вот бурно-бивной свая за глаза будет нести нагрузку здесь ну максимум 300 400 килограмм на это и она и здесь и вряд ли будет вот все как бы вот таким буром сверлим отверстие глубину отбивал я по лазерному уровню вот дело отметки на буре и делал одинаковую глубину по горизонту но где-то свая заглублена больше вот допустим вот эта сторона потому что здесь холм а где-то меньше это та сторона потому что там низинка вот все вставили вот эти вот трубы также по уровню верхи я выровнял кувалдой подстучал немножко и залил бетон ставил шпильку не бетона раствор здесь просто цементный вставил шпильку вот все просто отбивал вечером потому что чтобы лазер было видно и все это работа у меня заняла наверное часа два три наверно так ну естественно я еще не считает того что я подготавливал трубы и шпильки приваривал к арматурине вот все ждем когда это застынет будем делать обвязку и поднимать здесь вот какой-то такой навес с крышей вот летом будем здесь самая птицу обрабатывать именно вот грязную работу делать а чистовая уже потрошение в другом в чистом цеху будет и там будет раковина все нормально сделано вот здесь значит смотрите вода будет у меня спиросъемки которая стекает в какую-то емкость с решеткой и из этой емкости будет отводиться канализации я вот там он оставил вход для канализации видно да тройник он там торчит я сделаю прям в к слив канализацию здесь болота не будет никакого ну все в общем посмотрим что получится вот мы делаем перевея загона для индюков потому что ну есть необходимость вот в этом во всем потому что в гараже летом заниматься этим нет смысла там грязищу разводить ужас какой это страху человечество не экономно воду использует это большая проблема до будем ее решать хорошо вот этим и резюмируем я думаю